К жителям второго микрорайона незаметно подкралась стройка. Так считают жильцы дома номер 3. Десногорцы возмущены, что без их согласия и разрешительных документов во дворе начали возводить магазин. Застройщик, в свою очередь, уверяет, что имеет все необходимые документы, разрешающие строительство. В запутанной истории разбиралась наша съемочная группа. Некогда тихий двор дома номер 3 второго микрорайона стал настоящим полем боя между жителями дома и застройщиком. Десногорцы недовольны началом работ по возведению магазина на придомовой территории. В соответствии с статьей 36 ЖК РФ, собственникам жилых помещений многоквартирного дома принадлежит общее имущество данного многоквартирного дома, в том числе земельный участок, на котором расположен вышеуказанный жилой дом со всей его инфраструктурой, озеленением, благоустройством. Решения по использованию общего имущества принимаются большинством собственников помещений путем проведения общего собрания. Решение должно быть принято большинством собственников данного жилого дома. Если такое собрание не было проведено, либо проведено с нарушением, то решение не считается легитимным. Сам заказчик работ уверяет, все законно. Собрание было проведено, но в заочной форме. Застройщик говорит, что свое согласие на строительство объекта дали более половины жителей дома. Однако сейчас некоторые жильцов признаются, что поставили свои подписи по ошибке, не разобравшись с ситуацией. Ну была бы просто бумага, как бы собирали, ну как бы мнения какие-то, тогда не было никакого бюллетеня, никакого плана застройки, ничего этого не было. Значит, никто не спрашивал меня документы о собственности их. По закону здания могут возводиться лишь на основании разрешительной документации. Ее выдают по письменному обращению владельца земельного участка в отдел градостроительного контроля администрации города. Представители власти таких документов на застройку обсуждаемого участка не выдавали. Все попытки нарушить принятые правила благоустройства влекут за собой административное правонарушение и привлечение к ответственности. В соответствии с СанПИНом на придомовой территории многоквартирного жилого дома запрещается размещение торговых и каких-либо иных объектов. Пока противостояние жильцов и застройщика продолжается, администрации города уже поданы исковое заявление в суд. Очередное рассмотрение дело назначено на 28 сентября. Хотелось бы обратиться к собственникам многоквартирных домов, к собственникам помещений, чтобы они перед тем, как вставить где-либо свою подпись, они внимательно изучали представляемые документы. Если это планы, картинки, какие-то схемы размещения, чтобы они все смотрели, чтобы видели визуально, представляли, где что им предлагают разместить. Они просто на словах они верили, подписывали и потом вот получалось, как сейчас. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовы.